Дело в том, что мы этими законами, которые часто сейчас принимаются в Таджикистане, мы хотим бороться с последствиями, а надо бороться с причиной этой явления. Что изменили в Семейном кодексе? Это первое, должно быть заключено брачный договор. Это я поддерживаю. Дело в том, что это не только должно быть между иностранцами и гражданами Таджикистана. Это должно быть вообще-то... Вот мы планируем, мы пропагандируем, чтобы брачный договор был обязательным и для таджиков. Потому что когда уже при разводе нет брачного договора, женщины остаются абсолютно без квартиры, без имущества, с детьми. Поэтому брачный договор — это спасение этой проблемы. Но вот второе, что гражданин должен жить здесь год. Должен быть год. Я это не поддерживаю. Дело в том, что если люди понравились друг другу, почему они должны год ждать, чтобы заключили брак? Ну, это несерьезно. Здесь мы нарушаем, значит, и права иностранцев. Я не поддерживаю. Третий, там написано, чтобы была квартира, покупала, значит, жилье. Дело в том, что у нас есть закон, где запрещается в течение пяти лет иностранцу покупать жилье. И видите, получается, что если пять, еще один год, значит, получается шесть лет. Я думаю, если это гражданин другого государства, если он, значит, регистрированный у него, вот есть брачный договор, если эта женщина подала в суд для алиментов, это было достаточно, что сказать, что вы не выполняете свои обязанности. Еще есть международная конвенция о взыскании алиментов. Вот там написано, что независимо, где находится человек, который должен платить алименты, должны его объявить в розыск и получать эти алименты. Что получится теперь? Очень много браков, они не будут регистрированы. Просто получается гражданский брак, как в Европе, на Западе. Но это хорошее, может быть, тоже неплохое, но дело в том, что на Западе, если гражданский брак, если немножко жили, не понравились друг другу, они никто там перед другими, никакие обязательства не имеют, они расходятся. Вы представляете, если у нас будет теперь очень много таких браков, где закон не разрешает, а они будут жить в гражданском браке, и появятся дети. И вы представляете, эти женщины уже не имеют права обращаться никуда. Получается, что этот закон, наоборот, делает положение этих женщин еще хуже. Они будут, невозможно их запретить закону, если два человека понравились друг другу, если они не могут выполнять вот эти изменения, вот эти новые, значит, изменения, они будут жить, они не будут спрашивать у власти, вот у меня нет квартиры, можно я буду с ним жить? они будут жить вместе. Поэтому я еще раз говорю, это как раз дает, наоборот, станется очень много брака между гражданками Таджикистана и иностранцев, и будет очень много детей, а женщины уже не имеют права обращаться в суд. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова